Скучные правила взрослого мира, я бы исправила я... На сцене областного театра драмы идет репетиция новогодней сказки «Алиса в стране чудес». Юных зрителей ждет история волшебных приключений девочки в зазеркалье с интересными декорациями и завораживающим световым оформлением. Световая партитура спектакля исполняется со специального пульта. Над сказочной атмосферой в зале вместе с режиссером и актерами колдуют освятители. Им приходится буквально творить чудеса на давно устаревшем оборудовании. Перед спектаклем освятители, в зависимости от цветовой партитуры, фильтруют прожектор в нужный цвет и направляют его в нужное место. Это требует времени, это требует достаточно физических затрат. Это старые аппараты, использованные галогеновой лампой, используются фильтры. В системе постановочного освещения областного драмтеатра почти 50 лет. А ведь это оборудование отвечает за работу трех сотен прожекторов, которые тоже давно отработали свой ресурс. В театре мечтают о современных прожекторах, которые автоматически меняют свет и передвигаются в нужное место по заданной программе. Один стоит 200 тысяч рублей. А стоимость световой вращающейся головы, которая так нужна для постановок, и вовсе полтора миллиона рублей. Пока осветителям порой приходится прямо во время спектакля устранять технические неисправности. Ведь когда свет в постановке, как действующее лицо, зритель не должен заметить даже мелких шероховатостей. Выходит из строя патрона, выходит из строя линзы. То есть прожектор просто разваливается по частям. И вот это героические усилия осветителей. Если, например, это важная световая точка, то в это место направляются два прожектора. В данном случае, если один перегорает, то есть некий резерв. Такое устаревшее оборудование не может выполнить те художественные задачи по свету, которые ставят современные режиссеры и современный постановочный процесс. Театральный коллектив областного театра драмы рассчитывает, что новая система постановочного освещения появится в ближайшие несколько лет. На торжественной церемонии открытия Года театра в России губернатор Владимир Сипягин пообещал, что до 2021 года область поэтапно выделит на это 205 миллионов рублей. В рамках технической модернизации планируется заменить силовое оборудование, все линии электропередач, прожекторы и световой пульт. Кроме того, новое освещение дополнит аппаратуру, позволяющая создавать 3D-проекции и быстро менять масштабные декорации. Используется несколько проекторов, используются большие площади и мы получаем некую замену декораций. То есть мы на одной плоскости можем спроецировать целое здание или, например, лес или, не знаю, какую-то поляну. То есть изменить место действия мы можем не с помощью перемещения декораций, а с помощью изменения видеопроекции. В год театра у коллектива Владимирской драмы большие планы. Зрители ждут яркие премьеры, фестивали и встречи с любимыми актерами. Например, в апреле в областном театре драмы впервые пройдет фестиваль Международного союза театральных фестивалей «Театр. Территория единения». Владимирцев будут радовать лучшими постановками из России и ближнего зарубежья.